друзья хай всем привет нужно ваше мнение я конечно в этом не сильно разбираюсь но слежу немножко за новостями меня больше экономические новости интересуют они политические но политика это неотъемлемая часть любой сферы жизни в том числе экономической расстроился я новостями сегодня вычитал давайте я вам расскажу свое мнение свои выводы свои скажем так прогнозы понятно субъективные дам меня как гражданина украины который знает очень мало знает минимум информации но хотелось бы ваше мнение может есть среди моих подписчиков ли тех кто смотрит мнение более объективно и более скажем так профессионально в данной сфере о чем я говорю это я говорю о сша и его плане выделить нам средства вместе с израилем потом они там выбрали этого как он там называется спикера какой-то там ихний конгресса совета да а этот спикер оказался трампистом он там какой-то понятно что с их не партии но очень любит трампа и начал нам кавер застроить там давайте мы сделаем сначала разделим израильскую помощь с украинской разделим проголосуем израильскую украинскую потом когда-нибудь а потом по поводу украинской ну давайте отчетик там же у них как воруют всего мнения с точки зрения да там возможно ага давайте отчетик украина говорит нефиг делать пожалуйста давайте без проблем вот у нас все открыто все учтено все нормально а у вас все учтено ну тогда давайте какое-то другое условие давайте тогда как-то 12 миллиардов в месяц там помощи украины вроде как в никуда давайте вы нам четкий план дадите сколько же таких будет по 12 миллиардов сколько месяцев вы собираетесь воевать какие у вас четко планы когда у вас война закончится назовите дату ну то есть абсурдные такие требования дурацкие которые но никто не может даже при своем желании выполнить а ну не можете то есть типа ну тогда не поможем да с помощью хорошо на нашей стороне пока президент сша но президент он до 24 года и он говорит я вам просто бюджет не подпишу друзья товарищи без с помощью украины то и все на 24 год и будем мы дальше там с вами совещаться то есть протянут на 24 год протянут конечно в четвертом году его переизберут потому что вся эта история с израилем вся эта история с арабами сейчас поддержка я считаю что текущего президента его там какая распубликанская партия до минимальная у арабской у рабского населения сша там до тех кто там вера такая или не знаю там происхождение такое да то есть они возмущены тем что он за израиль против вроде когда другой стороны но политика сша наш как бы обе партии поддерживают израиль да как поддерживать израиль так обе партии а как ну против другой стороны то есть ты занял сторону израиля поэтому ты против другой стороны которая с израилем воюет то это только конечно действующий президент то есть ну а тут конечно другая сторона там демократа чих то там Трамписты, они же совсем не в курсе Они же против войны За все хорошее, а против всего плохого Вот это их позиция И на этой почве ходят слухи о том, что Президент, наш уже президент Владимир Зеленский Говорит Ну надо же ускоряться Как-то, да, делать Как-то быстрее Прорывы и все остальное Понятно, что есть объективные причины Но надо изыскивать средства, изыскивать возможности А не ждать помощи, ждать дополнительных Технических средств, военных средств Для того, чтобы это делать И говорят, что это все слухи Это то, что я читаю в новостях И то, что меня будоражит и беспокоит И говорят, что военные говорят против Давайте заморозим на зиму Подкопим сил, подождем помощи и так далее А офис президента И сам президент говорит, что извините Чем мы дольше ждем, тем крепчает враг У него территория огромная Экономический ресурс огромный Да, они там бюджет увеличивают Там с трех, я не помню Там на 60, по-моему, триллионов рублей На военку Ну и так далее, короче Бюджет растет Нам расти некуда У нас средства ограничены Помощь у нас тоже Мы, скажем так Чем дольше воюем, тем Ну, не увеличивается помощь Пропорционально, да Мы только теряем Теряем, теряем, теряем Теряем сторонников Которых постепенно переманивает Там Россия подкупает их Я не знаю, соблазняет Угрожает и так далее Всякие там В Европе там Орбан в воду коломутит Я не знаю В США там Трамп в воду коломутит Везде там В Англии там Убрали Джонсона Тоже там люди специфические Хотя они молодцы Поддерживают самое начало С Польшей беда Потому что там Со зерном мы там поссорились Потому что мы их фермеров Фактически Ну В нищету гоняем Так как конкуренция огромная Да Украине тоже надо зерно Куда это реализовывать И короче Везде, везде, везде Суета Там Индия вроде подписалась Нефть выгребает Всю российскую Хотя Ну как бы Вроде как санкции Да И не надо никому брать Эту нефть Чтобы меньше У них было денег Чтобы меньше они на войну Пускали Китай там вроде сейчас Технически Уже начинает потихонечку Обеспечивать И через своего там Ситилита Это Северную Корею Или как ее там Могу путаться в названиях Ким Чан Ина Кого там Снабжает Россию Там техническими средствами В обмен там На какие-то там Экономическое расширение И оплату в юанях За ее нефть За российскую Ну короче Ихнее поле деятельности Они постепенно Постепенно Раскочегариваются И все лучше и лучше У них становится Ситуация в плане охвата Ну поле действия И склонение На сторону России Вот в чем вопрос То есть Война Затягивание войны Выгодно противнику России Агрессору Фу Плюс все устают уже Да От экономической нагрузки Так что Вот это вот Сильно-сильно Скажем так Напрягает И с моей точки зрения Это конечно Точка зрения моя Ну получается У нас Грубо говоря 23-24 год А дальше Все хуже становится Все намного хуже становится Ну вот такие вот дела Расскажите свое мнение Как вы относитесь К этому К новостям К этому К этому Ко всему Для меня конечно Это очень все грустно Агрессор И ну такие действия Должны быть наказаны Иначе Ну Смысл Тогда каждый может Да там Сказать О это моя территория Тут моих там 5% граждан Вы их притесняете Все Теперь они тут Оглавенствуют А нет Мы войска заведем Конечно же Ну это совсем Другой миропорядок Такие дела А да Кстати НАТОвские Генералы Тоже выступают Забыл Как его там зовут Тоже говорит Ну Извините Конгресс США Вы не хотите Выделять Чтоб кто-то Чужими руками Мы воевали Только наши деньги Там участвовали Наша помощь Наши там Какие-то Ну не знаю Там Военные средства Ну давайте Да Россия захватит Полностью Украину Да Давайте Потом она Как Советский Союз Там скажет Давайте и Прибалтику Давайте и Польшу И все равно Наши солдаты США Будут воевать в Европе Вы этого хотите? И деньги будут больше Еще и наши солдаты Будут там погибать Ну зачем это делать? Непонятно То есть Давно пора всему миру понять Что если агрессору Сразу дать отсечку Ну желания не будет Не только у этого агрессора Но и у последующих Потому что они по этому Прецеденту скажут Ой нет Лучше не делать такого Все декларируют Ой мы не ведем Переговоры с террористами Но до сих пор Все торгуют с Россией Большинство Ой у нас контракты Ой мы их прервать не можем Ой уй 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 Ой арестовать не можем Ой а то что можем арестовать Арестовали там отдельных лиц Там сотый процент Да Мы эти деньги отдать не можем Бюрократия какая-то Идиотизм Сплошной идиотизм То есть Ну Куда катится мир Непонятно Да Короче я расстроен Не знаю как вы Скажите свое мнение в комментариях Если вам не трудно Счастливо друзья Надеюсь все будет Отлично И мы победим